Первый дагестанский триллер сняли в столице республики. Молодые кинематографисты попробовали показать реалии сегодняшнего Дагестана. Если раньше они ограничивались короткометражками, то теперь уже решили перейти на новый уровень, снять собственный полнометражный фильм. Начинается действие с пропажи одного из главных героев. Связано это с неопубликованным громким журналистским материалом, которое пропадает так же, как и сам герой. Со съемочной группой встретилась Ума Ибрагимова. Один, бросай. Красава. Если есть, стопаемся. Ломая принадлежности, выбрасывая кипы бумаг, главный герой фильма Тимур пытается вспомнить образы людей. Тех, кто замешан в громком деле, убийстве журналиста, главного редактора газеты. Все отвернутся от тебя. Ты к этому готов? Тимур падает с крыши, а после госпитализации теряет память. Теперь его цель понять, из-за чего убили его коллегу и о чем был роковой журналистский материал, за который другу пришлось расплатиться с жизнью, а ему памятью. Съемки фильма уже завершились. Осталась звукозапись и монтаж. В этом кабинете находятся все участники фильма. Готовы ли режиссер к показу? Давайте узнаем. Ислам Ханипаев выполняет в фильме три функции – режиссера, сценариста, монтажера. Занимается созданием фильмов не первый год, но эта работа для него особенная, ведь снять полнометражный фильм он пробует впервые, причем на острую и весьма щепетильную тему. Журналистская деятельность – это, как правило, проблемная зона в Дагестане. Хороший журналист всегда в поисках правды, в поисках истины. И поэтому, конечно, мы решили, что самой лучшей возможностью показать Дагестан будет возможность показать его через работу журналиста, через работу объективного журналиста, принципиального журналиста. Съемочный процесс протекал легко, рассказывает Ислам. Кроме сцены на поле, трудность возникла с тем, что снег начал таять. Оператору пришлось снять все с первого дубля. Эта сцена снята с камеры в течение, наверное, четырех минут без монтажных склеек. Очень существенная часть фильма вообще ни на секунду не монтировалась. Мы просто взяли камеру, включили и принципиально я требовал от оператора, в нашем случае от Хизри, чтобы он ни разу, ни на секунду не нажимал на стоп, не нажимал на паузу. Хизри Махмудов был не только оператором. В ходе всего фильма он периодически играл друга главного героя. Играть, признается, Хизри не так сложно, как подчищать многие кадры. То есть, корректировать неудачные цвета. И что самое сложное, убирать отражения в зеркале. Были моменты, где нужно было замазать, где мы появляемся в отражениях очень часто. Там очень много зеркал, окон, и мы постоянно появляемся в отражениях. И вот была вот эта большая головная проблема, это все спрятать. Поэтому я, можно даже сказать, занимался большей частью именно клинапом, чисткой. Все, спецэффектами я не так много занимался, даже как чисткой. Студентка Института кинематографии Зарина Пашнина предложение сняться в фильме в роли жены главного героя приняла сразу. Но едва ли девушка ожидала, что во всем фильме будет только ее голос. Героиня фигурирует лишь как лицо, с которым Тимур периодически говорит по телефону. Ты должна передать все эмоции, все свои чувства, и именно своим голосом, чтобы зритель тебя понял, не видя тебя на экране. Мне кажется, оно будет сложнее, нежели зрителю видеть визуальную картинку. Для Зарины и практически для всех актеров до сих пор остаются секретом, чем же закончится фильм. Режиссер не раскрывает всех карт до первого показа. Искать меня придется в своей голове. А там тот еще лабиринт.